На самом деле ситуация достаточно банальная, была определенная проблема в моей жизни. Где-то лет в 16 я начал употреблять наркотики и достаточно долгое время находился в этой зависимости. Родители, достаточно благополучная семья, у меня, то есть и папа, и мама, имеют высшее образование, они достаточно хорошо на тот момент устроились. У меня старшая сестра, также там все хорошо, отлично училась, но тот период, он каким-то образом просто зацепил именно меня. И я оказался немного не там, где в принципе надо было быть. Родители пытались различными способами каким-то образом просто вытащить меня из этой системы, но, к сожалению, ничего не получалось. Тогда я узнал о христианском реабилитационном центре, там я по сути узнал о Господа. Если честно, я приходил туда для того, чтобы просто избавиться от зависимости, который мне мешал. Мне мешало употребление только наркотиков и все. Мне не мешали ни сигареты, мне не мешал тот образ жизни, в котором я находился. Мне мешали только наркотики, но когда я пришел в зарябилитационный центр, когда я узнал о Боге, я понял, что наркотики на самом деле это далеко не самая большая проблема в моей жизни. И постепенно, постепенно, постепенно Господь начал открывать мне то, над чем работать. Самое первое чудо, как я его называю, оно касалось финансов нашей семьи, потому что, когда я попал в зарябилитационный центр, у меня уже был годовалый ребенок, в тот период, супруга. И супруга незадолго до этого времени просто сказала, что я отвожу нашего сына к моим родителям в Алтайский край, потому что я не хочу, чтобы он видел, в кого превращается его отец. Чтобы он просто ощущал эту атмосферу, эту негативную, всю атмосферу, то, что происходило тогда, в тот период. И она уехала, увезла ребенка. И мне нужно возвращать мою семью, мне нужно зарабатывать деньги, идти, находить какую-то работу, потому что достаточно большой объем кредитов, только официальных долгов, плюс еще там очень много тем, кому я был должен, благодаря тому, что достаточно такой неправильный образ жизни был. И я подхожу к служителю, говорю, что я все понял, я все знаю, три недели прошло, мне нужно ехать домой, зарабатывать деньги, потому что моя супруга зарабатывает 12 тысяч рублей, при официальном, это 2005 год был, при только официальных долгах 13 тысяч, причем у нее годовалый ребенок, понятное дело, да, и что тут просто математика элементарно не складывается, и мне нужно ехать спасать мою семью. На что мне служитель ответил разговор, я как сейчас помню, это было в 2005 год, разговор был во вторник, она сказала, давай, если Бог не сделает чудо в твоей семье в течение трех дней в финансах, то я сама помогу тебе отнести сумку вниз, и скажу, все, давай, езжай, помогай своей семье финансово. Но если Господь что-то сделает в эти три дня, что-то поменяется, неважно что, мы к этому разговору больше не возвращаемся, ты, соответственно, проходишь полный курс реабилитации и уже не отвлекаешься на эти вещи, начинаешь уповать на Бога. Я подумал, три дня, что может произойти за три дня, и, естественно, я согласился. И какое было мое удивление, когда в четверг, то есть это буквально два дня, звонит телефон, я слышу, берет трубку служитель, я понимаю по диалогу, что она общается с моей супругой, там такие радостные возгласы, аллилуйя, она говорит, что я сейчас передам ему трубку, и вы сами все ему расскажете на проводе моей от супруга, и она говорит, представляешь, такая ситуация, мне позвонили сегодня и сказали, она год назад ходила на собеседование в немецкую компанию, и ее не взяли, там было два человека, два претендента, и ее не взяли. Мне позвонили, сказали, вы знаете, на самом деле мы сделали ошибку, когда взяли другого человека, мы хотим, чтобы вы бы работали у нас, соответственно, там просто колоссальный оклад, плюс командировки в Европу, так как немецкая компания, и я понимаю, что просто благодаря этому изменению покрываются, во-первых, все долги, покрываются необходимые затраты на обеспечение ребенка, семьи, вот. И я понимаю, что это Бог, я понимаю, что не может быть просто так. И главным свидетельством этого было для меня, почему служитель, она же могла сказать, давай месяц подождешь, давай две недели подождешь, почему именно три дня, откуда она это знала? Настолько духовная жизнь была открыта, у нее настолько близка с Богом, что она была четко уверена, что Бог в течение трех дней сделает изменения. И действительно так и произошло. Для меня это было первое основное свидетельство в области финансов, что действительно Господь мой обеспечитель. После этого я просто настолько стал к нему уповать в этом плане. И чудеса они просто начали, продолжали, продолжали. Следующее свидетельство было, когда, ну даже, если немного назад открутить, в один из таких дней, когда я очередной раз перезервался, приехал врач, родители вызвали врача, то есть там меня еле откачали. Врач заполняет анкету, я сижу, еще такой таблеток немного не отошел. И врач говорит, кем вы работаете или учитесь? А у меня родители как-то, ну финансы были, и они меня в платный университет устроили, хоть я там и был, может быть, раза три всего за все время. И я так гордо говорю, студент, раз, ну студент. Он говорит, ну да, студент. Какая специализация? Менеджер по внешнеэкономической деятельности. Он просто, врач убирает ручку и говорит, ты никогда не будешь менеджером по внешнеэкономической деятельности. Я понимаю его на самом деле, то есть я представляю, кого он видел перед собой, да, и такое заявление, менеджер по внешнеэкономической деятельности. Но спустя годы, когда я пришел к Господу, Бог просто сделал таким образом, что теперь у нас компания, которая занимается международными перевозками и внешнеэкономической деятельностью. То есть для Бога нет никаких границ. Для Бога возможно все на самом деле. И подтверждение этому есть в Писании. Во многих, во многих, во многих стихах я потом находил подтверждение того, что нужно в первую очередь в приоритете слышать голос Бога, а потом уже основываться на слова людей. Мы стали заниматься еще проектом «Рождественская елка ангела». Вячеслав Филиппов предложил этот проект. Я когда услышал о нем, предварительно попросил больше информации. Для чего это? Потому что проектов на самом деле много. И хорошо, если ты можешь участвовать там хотя бы в 10% всех проектов, которые есть, существуют в церкви. Но здесь, по сути, нужно было просто выбирать. Потому что у нас есть ограниченный ресурс. Есть ограниченный ресурс во времени. Есть ограниченный ресурс в финансах. Есть ограниченный ресурс возможности где-то быть полезным. Мы не можем быть везде и сразу во всем. Потому что мы люди. Пока еще здесь мы находимся в физических телах. Мы посмотрели, почитали. Нам показался проект с супругой достаточно интересным. В плане того, что Библия очень много говорит о детях. Очень много говорит о важности детей в Царстве Божьем. И тем не менее мы понимаем, что дети сами по себе – это самые беззащитные. По сути, кто может обеспечить ребенка, если не взрослым? Сам себя ребенок он не может обеспечить. Другое дело, что система таким образом настроена, что не каждый кровный родитель может всегда обеспечить своего ребенка. Ситуации бывают разные. Я не хочу сейчас не обвинять систему и не уходить в какие-то крайности в плане того, что родители сами виноваты, почему их там посадили, осудили. Мы сейчас не об этом же говорим. Мы говорим о том, что остается ребенок, у которого есть определенная судьба от Бога. Но какие-то ситуации, которые даже не зависят от него, от ребенка, он ничего для этого не сделал, чтобы эта ситуация была, они уводят его от этой судьбы. И мы, как взрослые, неважно, кровные родители или некровные родители, я считаю, внесем определенную ответственность для того, чтобы ребенок остался в той судьбе и в той воле, которую для него приготовил Бог. И этот проект «Рождественская элка ангела» частично помогает эту судьбу и эту волю Бога каким-то образом все-таки восстановить. Это был где-то, наверное, 2003 год. Я, если честно, даже сейчас не помню, когда моя супруга узнала о том, что я уже нахожусь в серьезной зависимости, она подозревала. Но тогда она уже конкретно прям узнала, что это серьезная зависимость, и нужно что-то делать. Она пообщалась с моими родителями. Они вместе предприняли несколько попыток. Это была и 12-шаговая программа, и был поиск православного революционного центра. Но, к сожалению, на тот момент не была развита система православных революционных центров. И когда приезжали, то он говорит, «Ну, мы не можем ничего сделать, у нас нет опыта работы с наркоманами». И продолжался поиск, продолжался поиск. Родители в какой-то момент сказали, что перестань мучить себя, супруги. Я очень часто слышал эту фразу, что давай дождемся один раз, поплачем, и все. Я понимаю, родители, они настолько... То есть там уже попыток было просто десятки, и все безрезультатно. И у них действительно уже начали опускаться руки, и они уже сказали, ну, перестань мучить себя. Зачем тебе это надо? Ну, Алена получила определенное слово, хотя еще мы не были не в церкви, но я думаю, я считаю, что уже тогда Бог с ней работал. Она получила слово, на которое она просто твердо встала на основание, что я избавлюсь от этой зависимости. И она продолжала искать, продолжала искать. И нашла вот этот революционный центр христианский. По сути, я для этого ничего не сделал. Я просто приехал туда, потому что я понимал, что я дальше так жить не могу. И, в принципе, как я повторюсь, все, что я хотел, это просто избавиться от наркомании. Просто мне это мешало. Мне не мешали сигареты, мне не мешал алкоголь, мне не мешало все остальное, мне мешали наркотики. Я хотел избавиться только от них. Но Господь избавил меня не только от них. И получается, через, наверное, месяц, после того, как я оказался на медитации, Лена приняла решение вернуть ребенка от своих родителей. Они приехали туда. Мы очень часто смеемся, потому что у нее достаточно хорошее образование, она получала его в Германии. Я говорю, ты когда-нибудь представляла, что ты приезжаешь и привозишь нашего сына в помещение, где сидит 30 наркоманов. Людей, которые в определенных зависимостях были. То есть ты находишься с ними, тебе комфортно. Она говорит, я вообще такого никогда не могла представить в своей жизни. Я говорю, ну вот Господь так сделал. Она говорит, и я нисколько не жалею. И сейчас мы уже, получается, у нас 30 или 31 июля мы отметили 15-летие совместного брака. У нас сын, ему 14 лет. И недавно, где-то год назад, может быть, где-то 2 месяца, мы еще удочерили девочку. И, соответственно, сейчас у нас, получается, 2 ребенка. Девочки сейчас 3 года, 3-2 где-то так. Изменения колоссальные за год произошли. Просто колоссальные. Мы, когда приезжали знакомиться в детский дом, нам говорили, что ребенок, скорее всего, глухой. Скорее всего, она не слышит, потому что мы ее зовем, она не реагирует. Скорее всего, она не будет общаться, потому что она постоянно молчит. Скорее всего, у нее какие-то проблемы в сердце. Потому что там диагнозы, которые поставили врачи, то есть там какие-то... Я, если честно, не хочу даже провозглашать и вспоминать, но сказали, что все плохо, зачем вам это надо. Ребенок родился раньше срока, и она очень маленькая для своего роста. Ну, она действительно маленькая была для своего роста. Мы посмотрели и поняли, ну, для Бога же, мне кажется, это вообще не важно. Вот эти вот все вещи, они для Бога просто не важны, и Он это может исправить в любой момент. Мы приняли решение, что это наш ребенок. Через какой-то период времени мы смогли забрать девочку домой, и оказалось, что она очень хорошо слышит. Оказалось, что она очень хорошо говорит, и оказалось, что она очень коммуникабельная. Через какой-то период времени она начала открываться нам, она начала просто меняться, реально меняться. И когда мы... Там обязательно условие для того, чтобы можно было принять в семью ребенка, это пройти школу обучения. Мы когда скинули директору, мы до этого скинули фотографию ребенка, и скинули буквально через полгода фотографию. Она сказала, если бы я не знала, что это она, вот эта девочка, если бы я не видела историю, я бы никогда ее не узнал. Никогда не узнала. То есть там кардинальные изменения. Господь просто начал работать с ней с первого дня. И мы увидели, насколько мы, меняя ее судьбу, насколько мы меняем свою судьбу. Нам многие говорили, вы изменили, вы осчастливили ребенка, вы сделали просто ребенка тому, изменили его судьбу. Мы всем отвечаем, мы изменили ее судьбу, она изменила нашу судьбу. Потому что Бог вместе с ней нам дал ей обеспечение. Он дал нам полноту, Он наполнил наши сердца еще большей любовью. Это новый уровень, который мы, приняв шаг, сделав этот шаг, просто вошли, а Бог сделал 10 шагов навстречу нам. Я это вижу, это явно. И это еще одно чудо, о которых я говорю. Эти чудеса, они постоянно. Они постоянно, они происходят, если не каждый день, но очень часто. Их просто надо видеть. Мы можем сказать, что это случайность, мы можем сказать, что это какие-то совпадения. Но я точно знаю, что одно из имен Бога – это случайность. Я точно знаю, что у Бога для каждого из нас есть определенная судьба. Есть отдельная судьба, и она во благо для нас. Независимо от каких-либо ситуаций, которые сейчас происходят, любых ситуаций, любых. Неважно, финансы, это здоровье, что-то происходит с близкими, возможно, нет контакта или что-то еще. У Бога есть судьба для каждого из нас. Я знаю это на своей жизни. Я вижу эти свидетельства. Я точно уверен, что каждая судьба, которая от Господа, она во благо для нас. Она ведет нас к миру, она ведет нас к настоящей правильной жизни. Возможно, сейчас дьявол пытается через мысли, через какие-то обвинения или осуждения направить нас в неправильное русло. Не поддавайтесь этому, потому что Бог намного сильнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова